Девушки отдыхают Девушки отдыхают Теперь его кинокарьеру приходится исследовать в суде Я обеспечиваю свою семью, свою девушку с ребенком, который живет за год Девушку, а еще то, что мы с тобой спали, а? Какая девушка? В маленьком ателье идет настоящая большая война Неужели работницы действительно дерутся из-за производственных показателей? Или есть что-то поважнее? Узнаем в суде ИСЦИ требуют компенсации материального ущерба и морального вреда Ответчик иск не признает Пожалуйста, ИСЦИ слушаем вас Я хочу, чтобы мой бывший молодой человек заплатил мне 280 тысяч за сорванную свадьбу Он мне должен за тамаду, за банкеты За банкеты, за тамаду, за программу, которую мы сделали Ты должен ты мне! ИСЦИ, почему ответчик вам должен найти денежные средства? В общем, мы три года с ним жили в гражданском браке У нас все было хорошо С ответчиком? Да, с ним У нас все было хорошо, я его любила, он меня любил, у нас все было прекрасно Но потом выяснил, что он ходит налево-направо и изменяет себя всякими женщинами Большой суде, ты клевета! Конечно! Ответчик, я вас тоже выслушаю В общем, он изменял меня с разными женщинами и в конце концов вообще меня бросил Когда я уже была готова выйти за него замуж, быть счастливой Да что ты врешь-то все, а? Он меня бросил и мне стало очень плохо Поэтому я думаю, что единственный выход в этой ситуации это суицид Поэтому я прибегала к этой мере И в общем, я встретила Юру и нашла этого прекрасного молодого человека Который помог мне выйти в состояние И хотели мы сыграть свадьбу В общем, в тот день Замечательно, замечательно Так почему свадьба сорвалась? В общем, в тот день, когда мы с Юрочкой хотели расписаться Я стою перед залом регистрации, готовлюсь Я поворачиваюсь, а рядом стоит Олег с своей невестой Катей Ну, представляете, в мой день Ну, в тот день, когда я собиралась жениться Ну, тогда и мы собирались жениться Ну, почему в этот именно день? Почему именно этот царс? Истец, истец, истец В общем, он взял меня за руку, отвел меня в сторону Говорит, люблю, не могу Давай начнем все заново Давай, почему нет? Не говорил я такого Ты говорил такое Она сама меня уговарила Ответчик, я потом вас послушаю Он начал меня целовать, строгать В общем, я обомлела и подумала, что почему бы нет А вдруг чувства еще остались И я вообще подалась, как дурочка, побежала с ним Он взял меня за руку, посадил в такси Говорит, я сейчас вернусь, отдам паспорта своей невесте Вернусь к тебе, выключи телефон и закажи лучший номер И жди меня там Конечно, я как дура согласилась, потому что подумала, что все, можно вернуть В общем, я приехала в гостиницу Вот час нет, два нет, три нет Я думала, почему у него нет Я сняла номер для новобрачных Сижу его, жду как дура Звоню ему Звонил в 6 часов, телефон был выключен Так у меня свадьба же была Да, молодец Да, моя Вот, в общем, я ему звоню и говорю, Олег, ты где? Где? Я вообще жду тебя Она, кажется, на своей свадьбе гуляет с своей невестой В общем, там горько, Катя, Олег, лучшая пара Говорит, что это очень смешная шутка была, представляете? Очень смешная шутка Да ты что сама себе выдумала? У меня потом два сердечных приступа было! Истец У меня было потом два сердечных приступа Вот, я ходила в психотерапевтические больницы Вот, видите, она что-то больная Ничего не понимаю Это из больницы Я вообще болела два сердечных приступа! Я как дура Вы представляете? Так, Нина Николаевна, успокаиваемся Вы заявили ущерб материальный 280 тысяч рублей Да В чем он выражается? Это стоимость чего? Это стоимость всей нашей свадьбы Все ваши свадьбы Домода, банкеты, ведущие Все, сорвалось Так, документы через пристава На оплату данных услуг То есть вы считаете, что... Да Так, пожалуйста, истец второй Значит, у нас Юрий Петрович Поясните нам тоже У вас, наверное, тоже есть что-то сказать? Абсолютно Я рассказываю, Ваша честь Я хочу, я требую Что вот этот уродец Кто я? Да ты сам урод! Заткнись! Что вот этот придурок Выплатил мне Истец, истец Я делаю вам замечание Я понял В судебном заседании Нужно относиться к странам уважительно В том числе к суду Да То есть вы подтверждаете те обстоятельства, да? Что истец покинула Вашу свадьбу А кто оплачивал вашу свадьбу? Вот эти расходы нес на банкет, на тамаду, на всю организацию Это за счет ваших сбережений Мои сбережения, кровные сбережения Вот я рассказываю Понимаете, он меня опозорил Он опозорил меня перед моей семьей Нинкиной семьей У меня мать, братья У меня отец Там у меня все мои друзья с работы Ну, все Все смеялись Понимаете, Ваша честь? Когда замолчи Когда моя невеста из ЗАГСа убегает вот с этим Посмотрите на него Что это такое, Ваша честь? Что за смех? Что-то, а? Ответчик, прекратите Я-я-то Нинку простил Ладно, ну бабы, ну Ваша честь, понимаете Ну бабы, они мозгами не думают Мы это знаем, они чувствами живут, да? Я ее простил, ну понимаете Этот-то придурок, он знал все У него шутки такие Он так Я придурок, да ты сам придурок Ты комик, ты юморист Ты что, порожен сидит? Ты что, ты иди сюда, ты дурак Да смотри, нет, Юра! Юра! Я не знаю Да иди сюда Хватит, хватит! Все, 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 все Что такое? Что такое? Сейчас Порядок взяли сюда Выйди вы сюда Я извиняюсь Все Вот за то, что вы время Сейчас у суда очень Во-первых, я вас штрафую Каждого на тысячу рублей Но поверьте мне Это не окончательная мера Которую я могу применить к вам За нарушение порядка В судебном заседании Все, Ваша честь, простите Вот вы были свидетелем того Как ваша невеста Пока не состоявшаяся Нет, нет, он не был свидетелем Потидала свадьбу Он увел ее Вывел Я как бы Вы были свидетелем данного обстоятельства? Нет, нет, нет Была моя подруга Вы знаете, то это только со слов Соисца своего Все правильно? Ваша честь, позвольте документы передать Какие у вас документы? Документы по всему торжеству Это заключенные договора Ресторан, комада Мне уже истица все передала Что у вас еще там что-то? Это за моральный ущерб Это больница А это за свадьбу Которая у нас не состоялась Передайтесь через престол Да, пожалуйста Пожалуйста, ответчик Уводили невесту? Нет Я клянусь вам Я вообще Как она оказалась в гостинице-то? Так нет, я клянусь Это все ее выдумки Говорит, ждала вас Да нет, понимаете Когда я пришел в ЗАГС Я встретил Нину Как-никак мы с ней три года жили Но она меня отвела в коридор поговорить Да ты меня отвел Да ты сама сказала мне Естественно, я вас послушал Дайте мне возможность Выслушать ответчика Пожалуйста Отвела меня в темный уголок Обняла меня Начала целовать А вы знали, что в этот день у истица Тоже там свадьба разница? Нет, я не знал Не знали Свидетельство о заключении брака Через престол Продолжайте Случайность получилась Хорошо, случайно У меня не было намерения Уйти Со свадьбы своей Все-таки Это Новая страничка в моей жизни Однако же Нина, как всегда Никого не слушает Она слушает только себя Она меня Ну, не схватила Она меня потащила К такси Она говорит Да ты потащил Да что ты врешь Я придумал Что я забыл паспорт И кольца И это был единственный выход Иначе Иначе бы Если бы я Сразу бы Подождите, подождите Вы истице объяснили Что вы забыли паспорт И кольца Посадили ее в такси Да Посадила ее в такси И она уехала Но если бы я Так не сказала Ничего не придумала Если бы я сразу Отказала ей Она бы такой устроила Скандал Она бы и мою свадьбу Сорвала Не только свою Понимаете? Она всегда Любит истерить Орать А что-то ей доказывать Бессмысленно Так Истцы У вас свидетель заявлен Да Это моя подруга Она все видела Она может доказать Можете ее пожалуйста Пригласите пожалуйста Свидетеля истцов В зал Свидетель истца Войдите Добрый день Представьтесь Здравствуйте Ерецкая Елена Владимировна Елена Владимировна Вы кем приходите Истцам? Я являюсь Лучшей подругой Ниночки И были приглашены Я так понимаю На свадьбу истцов Да, конечно Ваша честь Так хорошо По обстоятельствам Почему свадьба не состоялась? Ваша честь Дело было так Я стояла И курила на лестничной площадке Рядом с ЗАГСом Обернувшись Я увидела ситуацию Что они с Олегом Шли в обнимку И Олег рассказывал ей Про то Что давай вспомним Как все было раньше Да врет она все Не было такого ничего Орала свое Закрой Свидетель Извините пожалуйста Они направлялись к машине И я видела Что Олег Уговаривает мою подругу Расторгнуть свадьбу Потому что Да бред какой-то нанесет Как он просил Как он просил ее Расторгнуть свадьбу Он рассказывал ей Что у них все будет хорошо Чтобы она скорее Садилась в машину Уезжала И обязательно ждала Его в номере В каком номере В какой гостинице Я так и не поняла Но конечно же Как лучшая подруга Я пошла И сказала Олег Олег останови все это Иначе Просто свадьбы быть не может Ты не имеешь права Расторгнуть свадьбу Моей лучшей подруги Ваша честь Это неправильно Но Олег говорит Пойдем мы с тобой поговорим Мы вышли с ним В уборную И он этот козел Закрыл меня Шваброй В туалете Вы представляете Да не было такого Все это ложь Наглая ложь Не мешайте мне Допрашивать свидетеля Ваша честь Все именно так и было Он закрыл меня В туалете Шваброй А я без телефона Позвонить никому не могу Стою кричу Помогите Помогите А в этот момент Уже моя лучшая подруга Ниночка Уже уехала Представляете И я ничем помочь не могу Они встречались до этого Три года назад Он постоянно ее Ни во что не ставил Постоянно унижал И говорил кучу всего плохого И гулял налево-направо Ну как так Почему раз у них Так не складывались отношения Почему истица села в это такси Объясните Потому что он ей Навешал лапши Ваша честь Нет ее уговорили Ей наврали Я считаю Извините Сколько вам лет 20 Конечно Маленькая девочка О чем вы говорите Вот Ребенок Как можно с ребенка Что-то вообще спрашивать Ваша честь Вы считаете Что в 20 лет Это ребенок Конечно То есть принять решение О регистрации брака Она может Да Конечно может То есть выйти замуж Она может Ей наобещали Золотой гор Жить 3 года С ответчиком Я так понимаю С 17 лет Она может Да он ее Загипнотизировал Он приворожил ее Ваша честь У меня больше нет вопросов Далее в программе Когда мой коптер Залетел на его участок Он занимался В это время Любовью С твоей женой Что? Да При помощи коптера Мужчина раскрыл Кучу тайн Своих соседей По поселку Но далеко не всем Это понравилось И люди объявили Гореоператору Настоящую войну Я обеспечиваю Свою семью Свою девушку С ребенком Который живет Какую девушку А еще то что мы с тобой спали А? Какая девушка Как стать миллионером Работая в ателье Какими талантами Надо обладать Чтобы получать Максимально выгодные заказы Расскажет тот Кто шьет ползунки Оглашается решение суда Суд рассмотрев материалы дела Выслушав объяснение сторон Показания свидетеля Установив все обстоятельства Имеющие значение Для рассмотрения настоящего спора Решил Иск о возмещении Материального и морального вреда Оставить без удовлетворения Суд не взыскивает С ответчика расходы Понесенные исцами На организацию Их несостоявшегося Свадебного торжества Поскольку невеста Будучи в здравом уме И рассудке Отказалась от вступления Брак со своим женихом Наличие или отсутствие Обещания со стороны Ответчика Впоследствии Вступить с ней в брак Не имеет никакого Правового значения Для рассмотрения Настоящего спора И даже в случае наличия Такового обещания Не обязывало бы Ответчика Компенсации Свадебных расходов Понесенных исцами Действия Ответчика По отношению К истиции Юридически виновными Не являются А морально-этические Нормы поведения Законом Не регулируются Данные жизненной ситуации Требования исцов Не основаны На законе Соответственно Ответчик Освобождается От обязанности Компенсировать вам Какие-либо расходы При желании Вам Уважаемый истец За каждое действие Совершенное вами Как дееспособным лицом Вы должны нести Ответственность Вот следующий раз Когда вы будете Способны К таким Таким поступкам Совершать Такие поступки Она вот где думает Она не головой думает Но вы же это прекрасно Понимаете Нам свадьбу играть Зачем ты набрался Я страдал из-за тебя Это ваша женщина Которую вы выбрали Которую вы любите С которой хотите Зарегистрировать брак Значит должны воспринимать Ее такой Как и она есть Верно? Так кто спорит Что я ее воспринимаю Суд огласил Своё решение Дело закрыто Прошу всех встать Так ты вообще Не улыбайся Понял Ты аккуратно Ходи Понял Решение суда В иске отказать Я не представляю Как я с Юрой Буду играть в свадьбу Если этот урод Олег Не собирается возмещать Нам деньги Да я эти деньги Из него все равно Достану По закону не получилось По другому достану Он мне должен Он их отдаст Вот и все Вообще непонятно Чего от меня она хочет Нина С своим женихом Денег хотят Фиг они от меня Чего получат Сами виноваты Она сама же залезла туда В этом суде Загадайте На чьей стороне закон Он вор и мошенник Да ну а ты полицейский судья Смотрите Зал суда Битва за деньги Он вам заплатил Больше двухсот тысяч За эти годы И ни копейки не получил С понедельника по пятницу В тринадцать десять На нашем телеканале Закон суров Но это закон Истец требует возместить Стоимость сломанного коптера Ответчик заявляет Что сбил коптер Защищая свое личное пространство Судебное заседание Объявляется открытым Слушается дело По иску Мочалова Петра Андреевича К ответчику Долиннику Виктору Семеновичу Иск заявлен О выплате материальной компенсации За сбитый коптер В размере Тридцать две тысячи Четыреста сорок рублей Все верно? Все верно Пожалуйста Петр Андреевич Слушаем вас Я Знаете Ваша честь Пенсионер В нашем поселке Живу С самого детства В частном секторе И с детства Занимаюсь фотографией Очень люблю это дело И вот буквально Полгода тому назад Мои сыновья Подарили мне Коптер На день рождения Это такой Значит Видеокамера Которая может снимать Беспилотный аппарат Оборудованный видеокамер Оборудованный Да И у нас места Просто чудные Прекрасные Я начал снимать И свой Значит Участок И лес И поле И значит Нашу природу Вот И все это Выкладывал В интернет Вот Чтобы Как бы Раскрутить Наш поселок Да На предмет Такого туристического Бизнеса И представляете Я имею успех Значит Смотрите Одиннадцать тысяч Восемьсот шестьдесят семь Только просмотров И все Практически из них Лайки Да какие лайки Ты половину просмотров Сам накрутил Нет Я не накрутил ничего Смотрите Вот и наша Значит Вот здесь Церковь Храм Передайте мне Пожалуйста Передайте Через приставо Нашел что снимать И вы знаете Я имею успех Потому что Буквально Вот В это лето Приехали Двое Туристов В наш поселок Отдохнуть Ну чего же Вот действительно Нашим людям Ездить В эти Турции В Италии В эти мальдивские основы Это уже явилось Результатом Вашей биоркомпании Вашего поселка Им очень понравилось Вот и они сказали Что мы обязательно Приедем на следующее лето Будем тоже Рыбачить Охотиться И так же значит Ходить за грибами За ягодами Хорошо Так все таки Что с коптером-то случилось Так вот с коптером Случилось Понимаете Я хотел Как лучше А извините меня Соседи На меня ополчились Что мой коптер Видите ли Летает Жужжит Шумит Мешает им жить Действительно Сильно жужжит Отвечу Действительно Сильно жужжит Коптер Да нет Ну что он Господи Я же около Своего только Участка Конечно И снимал Снимал только Вот Извините меня Лес Поле Проселочную Дорогу А никакие чужие Участки Я не снимал Здесь уж не ваш участок Да Смотрите Это центр Нашего поселка Храм Здесь же нет Других никаких Участков Так ну хорошо Что случилось С коптером-то Случилось Они начали Кидать В этот Коптер Камнями Палками А вот Ответчик Пожалуйста Висе Он вообще Додумался До того Что когда Коптер Ну вот Значит Залез на дерево Взял палку И начал пытаться Его сбить Подождите Коптер залез на дерево Не коптер А битя Залез на дерево И начал Сбивать Мой коптер И представляете Упал И чуть-чуть Даже не разбился Ваша честь Да Конечно Я сбил Потому что Этот коптер Это наглое вторжение В частную жизнь В личную жизнь Ты говоришь всем То что лес До поля Начал снимать В какую Честную жизнь Ты вторг сесть В личную жизнь В вашу личную Каким образом Рассказываю Рассказывайте Петр Андреевич Говорит то Что он снимал Лес до поля Лес у нас Находится Полукилометра От нашего участка От нашего поселка А мой участок Находится в центре Так вот Раз было дело У нас Высокий забор Устает Моя жена Заграла топлис На участке Я делал Домашние дела У себя Вдруг раздается Крик Витя Витя Я выбегаю Не понимаю Что происходит Мало ли Напал кто-то Смотрю Это дурында Наверху Зависает И кружит Прямо над моей женой Кому это надо Видите Это было просто Из-за того Что погода Была такая Какая погода Какая погода Он мог лететь Сильный ветер Какая погода Понимаете Просто был сильный ветер И коптер Вот занесло На его участок А я даже Не мог с ним Совладать Потому что Аппаратура Вот тоже Иной раз От погоды Не выдерживает Супруга Ответчика Загорала В сильно ветреную погоду Не стыкуется у тебя Что-то Почему не стыкуется Так Ответчик Ответчик Продолжайте Я продолжаю Жена заграла Естественно Я начал этот коптер Ну сгонять Палками Камнями На некоторые Он улетел Я прибегаю К Петру Андреевичу Естественно Говорю Ты что делаешь Вообще Зачем ты снимаешь Ты хотел лес поле Снимать Я тебе сказал Ну так получилось Потому что был Сильный ветер Ну что я могу Ну ладно На первый раз Вы хотели За счет этого Туристов К себе в деревню привлечь Нет Ну какие туристы Ну что вы говорите Я снимал Только свой участок Я еще раз говорю И нашу Мою жену Лес Поле У вас участок Соседний с ответчиком Ну может быть Да не совсем Там нормальное Расстояние разделяет Ответчик Продолжайте Мало того Проходит в общем Неделя Никаких полетов И тут Решили мы с женой Ну своими делами Заняться Так сказать Дело подходит До основного момента Какими делами Своими заняться Ну личными Делами Не буду Бесподробности Да все понимают Все взрослые люди Доходит дело До основного момента У нас Бац Она опять кричит Моя жена И эта штука Прям чуть ли не над головой Над нашим домом Летает Снимает Прям В открытую А вы где Личными делами Занимались В доме На участке Да А на участке На участке Ну захотелось Понимаете ли Разнообразие Ну ваше честь Ну так И тут эта штука Прилетает Я не знаю Опять ветрено было Что ли У него по-любому У него там ураган Наверняка был Еще и стармила Аппаратура может не сработать Ну это наше дело Чем заниматься На участке У вас там какая-то Метеоопасная зона Что ли Нет Ну поймите В Аппаратуре бывает Всякое Это радиоуправляемая аппаратура Ну ладно Дай мне рассказать В общем Эта штука зависает Я тут не сдержался Уже на эмоциях Горю весь Я побежал в дом У меня там Пневматический пистолет Есть Ну Я люблю по банкам Пострелять Вот страсть у меня такая есть Ну и Несколько раз шмальнул Пострелял в него Ну и попал Естественно Что больше не летал Не нарушал И начался значит Стрелять И посмотрите Вот мой Да сбил На своим участком Его сбил Но упал на дороге То есть тот факт Упал на дороге Не на его участке Тот факт Что вы сбили коптер Лично вы не отрицаетесь Я не отрицаю Так фотографию коптера И документы Подтверждающие его стоимость Посмотрите Отвечка У вас свидетель еще заявляет Вот техническая экспертиза Между прочим У меня еще есть свидетель Который тоже На той ситуации Товарный чек На 32 тысячи 440 рублей Кого просите Допросить В качестве свидетеля Моего соседа По участку Воронцова Максим Сергеевич Прошу пригласить Пожалуйста Свидетель ответчика В зал Все расскажет Свидетель ответчика Идите Что тебе Старом Хручев Больше неповадно было Снимать Вот опять оскорбляет Посмотрите Учтите пожалуйста Скажи всем как было А то он тут совсем Блокер Добрый день Представьтесь Воронцов Максим Сергеевич Так ответчик Не мешайте мне Допросить Вашего свидетеля Извините Сейчас все молчим Вы кем приходите Отвечу Соседом Соседом Так Что можете По данной ситуации Показать Дядь Петя Всех достал Со своим коптером Всех Абсолютно Я лично Неоднократно Ему говорил То что Его коптер Ко мне на участок Не залетал Он и к вам залетал На участок Конечно Ко мне на участок А у вас Истец Неоднократно Дай рассказать человеку А у вас участки соседние Тоже соседние Нет Это все находится В одном поселке Как бы И не соседний Поселок Ну расстояние Это между участками Какое На разных концах поселка Или все-таки Где-то на одной улице Ну вот у ответчика Вити около Храма там В центре У Максима Там немножко Я сосед Виктор Немножко на другой улице Поймите Хорошо Продолжайте Ну и вот Банально Хотел поругаться Не хотел А ругался с женой Вечером Слышишь жужжит Подлетел Его коптер Ко мне К окну Прям Мало того Что ну хорошо Я ругался с женой А если бы я еще Чем-нибудь занимался То есть Дядь Петь Ну ты уже совсем Моразм Да у тебя Какой моразм Почему меня оскорбляют Я не пойму Он выдумал Потому что я у него Склеваю бензин С машины Ну что ты говоришь Куда бы я ни пошел Его коптер Летает за мной Вот Правильно Витек сделал То что ты сбил Его коптер А ведь это и было Правильно Да нет Мы спокойно Нормально С моей машины Еще раз Про бензин Он подумал Что вы Да у него Какая-то Что вы Сливаете из его автомобиля Бензин И куда бы я ни пошел За мной летит этот коптер То есть в магазин В аптеку Не важно Он за мной летает Вот это его Агрегат Не отрицай Не отрицай Максим Это все-таки было Конечно Суд удаляется Для принятия решения Прошу всех встать А ты знаешь Максим Почему Витек Разбил мой коптер И прячет флешку Это потому Что когда мой коптер Залетел На его Участок Он занимался В это время Любовью С твоей женой Да С кем я занимался Он боится Просто Жену Как ты мог Свою Потому что У него Нюх на бак И он очень много Пас только Мы все образы Своими Закрываем Вот так вот А у меня все есть У меня все Компрометирующие Все компрометирующие Доказательства И в компьютере есть И на флешке На других Вот я потом Поговорим И ничего Сейчас выйдем Далее в программе Я обеспечиваю Свою семью Свою девушку С ребенком Который живет За год За год Девушка Ничего Что мы с тобой спали Какая девушка В маленьком ателье Идет настоящая Большая война Неужели работницы Действительно дерутся Из-за производственных Показателей Или есть что-то Поважнее Узнаем в суде Прошу всех садиться Макс Этого не было Я тебя клянусь Выдумал Поглашается решение суда Суд Рассмотрев материалы дела Выслушав Объяснение сторон Показания свидетеля Установив все обстоятельства Имеющие значение Для рассмотрения Настоящего спора Решил Иск о возмещении Материального ущерба Удовлетворить частично Взыскать с ответчика В пользу ИСЦА В счет возмещения Материального ущерба 16 220 рублей Суд удовлетворяет Иск о возмещении Материального ущерба Связанного с утратой И повреждением имущества Потому что лицо Причинившее вред имуществу Обязано его возместить В данной ситуации По вине ответчика Произошла утрата И порча имущества А именно коптера Беспилотного воздушного средства Оснащенного камерой Для съемки с воздуха Поэтому суд признает За ИСЦом право На получение с ответчика Стоимости утраченного И поврежденного имущества Суд удовлетворяет Заявленный иск частично И взыскивает с ответчиков В пользу ИСЦА Только половину Стоимости имущества поврежденного Поскольку в соответствии Со статьей 1083 Гражданского кодекса Российской Федерации Суд может уменьшить Размер возмещения вреда С учетом вины Самого потерпевшего Суд учитывает обстоятельства При которых был причинен вред ИСЦУ Суд считает Что своим поведением Истец Который неоднократно Запускал свой коптер Над участком ответчика И других жителей деревни Фактически наблюдая За их частной жизнью Способствовал случившемуся Поэтому суд уменьшает Размер возмещения Имущественного вреда Ответчик Вам разъясняю право Что если у вас Имеются бесспорные доказательства Вашей позиции Вы можете обратиться В суд с иском О возмещении ущерба Который причинил вам Истец Вторжением В вашу частную жизнь Данные неправоотношения Регулируется статьей 152.2 Гражданского кодекса Российской Федерации Конечно Откройте гражданский кодекс Почитайте Возможно Обратитесь с иском Понятно решение суда? Да, понятно Дело закрыто Да, ничего, ничего Нет, ты не поразовываешься А моральному ущербу Потому что у меня компромат Есть на тебя Решение суда Иск удовлетворить частично Хотя пенсия у меня небольшая Я накоплю деньги И куплю себе новый Копер Вот И буду заниматься Любимым делом Раскручивать наш поселок На предмет туристического бизнеса И снимать нашу любимую Природу А не какие-то там Непристойные сценки Я также буду подавать Совстречный иск Над дядю Петю За то, что он вторгался В мою личную жизнь Зал суда Битва за деньги Жили от зарплаты до зарплаты Ни у кого никогда денег не брали С понедельника по пятницу В 13.10 На нашем телеканале Думать надо прежде всего О людях Для этого вы и поставлены На это место Работать Специально для вас Бесплатная юридическая консультация То, что вы делаете Сейчас называется Правовой шантаж Больше вы не потеряете Ни копейки Удовлетворен ваш иск Да Я не согласен с этим Так, Екатерина Кирилловна, пожалуйста Чем ответчик Причинил вам вред здоровью И моральный вред? Ну, моральное Я вам сейчас расскажу А вот По состоянию здоровья У меня имеются все справки Все чеки О том, что я потратила Как был причинен вред При каких обстоятельствах Мы с ответчицей С Галей Работаем в одном ателье Галя мне всегда завидовала Чему там завидовать? Всегда завидовала В моей хорошей работе Ну, во-первых, я хороший сотрудник Я не курю, не пью То есть время так просто Рабочее не трачу Что не могу сказать про Галю Оно и видно А то туда, то сюда То чаепитие, то кофе И так далее У нас, к сожалению Ушла на пенсию Наша, ну, главная И решили, у кого поставить Вместо нее И Галя сразу начала Хвостом вилять перед начальством Я начала, это ты начала Отвечи Вся начала сразу Ну, в итоге она этого не добилась И меня поставили главной Так у Гали при этом Кукушку напрочь сорвало Мне начали строить козни Я сначала не понимала, кто это Но потом подумала А кто мне все это время завидовал-то То у меня нитки Другого цвета То у меня иголки какие-то сломаны Ну, в итоге я решила Остаться на работе И ее при этом задержать Поговорить с ней по-хорошему То есть, если так и будет Дальше продолжаться Я буду, ну, сказать Более высшему руководству Ее могут уволить Так при этом Она на меня накинулась Я упала на пол Ну, если ты людям-то не вреть Галь Ответчик Я упала на пол Она меня била руками, ногами На меня упал манекен В общем, у меня ссадина Вот, смотрите Я сейчас не могу в зале сюда показать Но вот фотография была сделана Вот, смотрите Давайте в медицинские документы В подтверждение вреда здоровью Вот справка И фотография То есть, произошла у вас драка С ответчиком Ответчик была привлечена Какой-либо ответственности? Да, только к административе За нанесение вам побоев Да, но мне-то от этого ничего То есть, я... Ты заплатила... Ты заплатила государство Ответчик Заплатила государство А то, что я по состоянию здоровья Смотрите, ваше честь Я ни до что не заплатила Там имеются чеки В общем, смотрите У меня до сих пор Даже остался фингал под глазом Вот, я поэтому и оцениваю Свою моральное в сто тысяч Это потому что Вот как вы представляете Я начальница отелье Принимаю людей На меня коллеги даже Вот серьезно не реагировали Потому что Какое вот лицо это отелье Если вот с этим Это чеки на приобретение лекарств? Да, это чеки на приобретение То есть, у меня все имеется Протоколы Мы вызывали полицию Скорую помощь Понятно Просите эти, значит Восстановить ваше нарушенное право Взыскать в вашу пользу Вред, причиненный здоровью И моральный вред В сумме сто тысяч рублей Все верно Все верно Ответчик, вы признаете? Нет, вообще не признаю Почему не признаете? Потому что у нее Был мотив И она напала на меня первой Наш начальник выиграл тендер По производству детских ползунков И сказал Кто больше сошьет У того будет больше премия Мы все шили днем и ночью Эти ползунки А она не шила Она только их подсчитывала Гали, я тоже шила Все, замолчи, сейчас я говорю Вот Мы шили их, шили Приносили ей Она их подсчитала И выяснилось Что у нее Со сшитых ею ползунков Больше, намного Чем наших ползунков И я увидела в куче ее Свои ползунки с красными нитками Вот эти, которые Я специально их сшила Чтобы даже поделкнала у них у меня Они шли на утилизацию Какую утилизацию? Стороны Я вам делаю обеим замечание В следующий раз начну штрафовать Извините, ваше честь Простите, ваше честь Ползунки не поделили? Она украла мои вот эти ползунки Они были на утилизации Я их специально вот взяла Я специально их сшила, ваше честь И она их украла Потому что она наши ползунки брала себе Чтобы повысить себе премию А почему вы решили, что это ваши ползунки? Потому что я их сшила специально с красными нитками Я знаю, что она их ворует уже постоянно А еще у нее был еще один мотив, да Она ворует дорогие ткани и нитки у нашего начальника из нашего ателье Как-то раз я зашла к ней домой за выкройкой И не предупредила ее об этом И увидела у нее на полу кучу рулонов дорогущей ткани Галина, я на дому работаю Да, откуда у тебя денег столько? Объясни, да, объясни Вы ее за это побили? Сейчас я объясню, Ваша честь Я увидела у нее наворованные ткани дома И сказала, что я скажу об этом начальнику Отвечайте, обращайтесь с этим правоохранительные органы К начальнику, пусть он применяет действия к ИСЦУ Мы сейчас рассматриваем то, что вы нанесли побои Она сказала, что за то, чтобы я не говорила начальнику Она меня уволила, она стала мне угрожать, Ваша честь И поэтому она меня побила Я тебе сказала, что я тебя уволю, лишь только потому, что ты плохо работаешь У тебя плохие ползунки Ты мне сказала, что ты меня уволишь за то, что я расскажу начальнику Ты еще раз показать, какие ползунки ты делаешь Кто принимает решение о вашем увольнении? Скажите мне, пожалуйста Вот у меня хорошие ползунки, что ты мне говоришь? Я не знаю, что это за ползунки ты взяла Так, уберите ползунки Мы сейчас о ползунках вообще речь идем У нас сейчас идет речь о том, что вы были привлечены к административной ответственности За нанесение побоев ИСЦУ Дедушка, я оборонялась Ваша честь, она на меня набросилась Я оттолкнула ее, на нее упал манекен Она об него споткнулась и упала глазом об стол Я вообще ее пальцами трогала Когда рассматривался вопрос, кого привлекать к ответственности Привлекли к ответственности вас Вы протокол обжаловали о привлечении ответственности? Да, потому что я только защищалась Я, ну, я... И в итоге, ну что, обжаловали, что? Все равно вы привлечены одна Где у вас протоколы, то, что ИСЦУ вам побои нанесла? Она на меня набросилась, Ваша честь Она не успела мести побои Я просто ее оттолкнула Да, только при этом и охранник, и наш начальник Видел, что ты была на мне Начальник видел, он только себя видит Потому что он гей Ты сама об этом говорила сто раз Если он хорошо выглядит, это не значит, что он гей И, Ваша честь, простите, пожалуйста Он пришел, наш начальник Арсений В качестве свидетеля Можно я его пригласить? Свидетели ССА, пожалуйста, в зал пригласите Свидетели ССА, войдите Добрый день, представьтесь Здравствуйте, Ваша честь Я Лосинский Артемий Романович Я хозяин данного отелья Вы являетесь собственником бизнеса И естественно, ответчики являются вашими работниками Это мои сотрудницы Это вообще возмутительная ситуация Потому что так довестись до суда И погубить репутацию вообще моего отелье Самого престижного в городе, дорогого отелье У нас заказы очень хорошие Вы как допустили, что у вас вот такой вот Да уже не раз я с Галиной разговаривал Такие институты происходят на работе Я с Галиной уже несколько раз разговаривал на эту тему И вот дошло до такого Я зашел там просто апокалипсис какой-то Летали эти рулоны, манекены Вот мне прям обожгли руку кипятком Простите, пожалуйста, я случайно Я не хотела вас облить кипятком Хорошо, что полиция приехала Ну быстро, их разняли Потому что, ну, там драка такая была Я всегда доказывал своему отцу о том Что можно вот этими тряпочками, бусинками Хорошо жить, зарабатывать И я создавал это отелье для того, чтобы доказать Очень похвально, что вы организовали свой бизнес И он работает В следующий раз следите за своими сотрудницами Чтобы они не нарушали принадлежащим вам учреждениям Да, в фирме вашей Это ваш бизнес Ну, такие отношения и нарушение правил трудового распорядка Суд удаляется для принятия решения Прошу всех встать Галина, мы, наверное, попрощаемся с тобой Потому что дальше Почему попрощаемся? Ну как? Потому что уже вот эта ситуация происходила не первый раз В следующей программе Это в том-то и дело, ваше честь Меня продали как какую-то вещь вместе с квартирой Ну, вы поймите Мужчина купил квартиру дешево, но с обременением в виде вполне симпатичной женщины Почему теперь он хочет расторгнуть договор И в чем его подозревает продавец? Узнаем в суде Мы изначально договорились, что я снимаю комнату за 5000 рублей Я сейчас понимаю, что при таких условиях даже за бесплатно там никто жить не может Да ты лишь бы не платить Да подожди, помолчи ты Избитая хозяйка квартиры умоляла постоялецу быть свидетелем против ее мужа Та согласилась, но супруги помирились и теперь свидетельница стала врагом семьи Как мне дальше работать, я не понимаю С таким позором Позор это ты! На Ленинградке должны такие стоять, как ты! Массажистка нашлась! Оказывается, профессия массажистки может быть чрезвычайно опасной Если основные клиенты у нее мужчины Ведь часто к ним прилагаются очень ревнивые жены Я доказывал своему отцу о том, что я могу заработать Я обеспечиваю свою семью, свою девушку с ребенком, который живет за границей Какую девушку? А еще то, что мы с тобой спали, а? Какая девушка? Мы прекратили, прекратили, займите свое место Козел! Я в шоке просто Ты ко мне подказал, что ты врешь тогда? Я не понимаю, что ты с ней спал? Ты ее видел вообще в зеркало? Прошу всех садиться! Не надо было, Леска, мне к пьяному в постель Оглашается решение суда Суд, рассмотрев материалы дела, выслушав объяснение сторон, заслушав показания свидетеля Установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора Решил Исковые требования о возмещении материального вреда вследствие причинения вреда здоровью И о взыскании морального вреда удовлетворить частично Взыскать с ответчицей в пользу юстиции в счет возмещения материального вреда 8600 рублей Взыскать с ответчицей в пользу юстиции в счет возмещения морального вреда 10 тысяч рублей Суд удовлетворяет заявленные исковые требования, поскольку ответчица признана виновной в совершении административного правонарушения А именно в нанесении побоев, причинивших ответчице физическую боль, но не повлевших расстройство здоровья Что подтверждается постановлением суда о привлечении ответчицы к административной ответственности При таких обстоятельствах, руководствуясь правилами части 1 статьи 1085 Гражданского кодекса Российской Федерации Суд взыскивает с ответчицы, как с лица виновного в причинении вреда здоровью юстиции Расходы на лечение, связанные с полученными побоями, в размере 8600 рублей Частично удовлетворяя требования о компенсации морального вреда Суд исходил из принципа разумности и справедливости А также учел характер причиненных потерпевшей физических и нравственных страданий Также степень вины причинителя вреда в том, что с ней случилось Таким образом, суд обязывает ответчицу, как лицо, виновное в причинении вреда здоровью Компенсировать юстиции моральный вред в размере 10 тысяч рублей Понятно решение суда страны? Прямо, Галь, тебе вещь повезло Дело закрыто Что-то так мало заплатить мне в итоге Решение суда Иск удовлетворить частично Я не согласна с этим, потому что 10 тысяч мне не вызвать от того, что я потерпела И что я испытывала на самом деле на все это время И на правах начальницы я Галю это просто уволю Я добросовестно выполняю свою работу, а теперь вместо премии придется деньги ей отдавать Прошу всех встать Что делает друзей врагами? Деньги Эти деньги заработала я Я пахала 5 лет на севере для того, чтобы иметь свою квартиру Что разрушает семьи? Деньги И тогда жена мне сказала Я тебе идиоту 170 тысяч не дам Решай сам А я сроду ничего сам не решал Что развязывает войны? Деньги Ну-ка, разливите их немедленно Зал суда Битва за деньги Да откуда я такие деньги возьму? Вон смотрите, у меня одна мелочь, только в кармане Мне жить не она штат Смотрите с понедельника по пятницу в 13.10 на нашем телеканале Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok